Весной 2012 года 12 работников Екатеринбургского ООО НПО «Уралавторесурс» недосчитались около полумиллиона рублей заработной платы на всех. Чтобы взыскать деньги, обратились к юристам. Тем более, что случай такой на этом предприятии был не первый. В 2009 году у них уже был конфликт с руководством по невыплате заработной платы. И тогда удалось заключить мировое соглашение. И организация «Уралавторесурс» провела погашение задолженности по заработной плате. В настоящее время опять сложилась ситуация, что задерживают сотрудникам заработную плату с ноября 2011 года. Принято было решение обратиться в прокуратуру Чкаловского района. Достаточно оперативно прокуратура отреагировала. Трудовые споры, как правило, решаются быстро. В случае «Уралавторесурса» в марте было составлено обращение в прокуратуру. В апреле работодатель был привлечен к ответственности. Сегодня ведется работа по получению судебных приказов и взысканию задолженности в порядке исполнительного производства. Если подобная ситуация случается, я рекомендую обращаться в органы прокуратуры, поскольку они достаточно оперативно реагируют. Один вопрос, когда вы приходите самостоятельно, а другой вопрос, когда прокуратура выносит соответствующие акты прокурорского реагирования. И должностные лица организации привлекаются к административной ответственности, достаточно серьезное влияние оказывает, и организации рассчитываются своими сотрудниками. Только с начала текущего года на территории Уральского федерального округа прокуратура выявила свыше 11 тысяч нарушений трудового права. Выданы 613 прокурорских представлений, 230 предостережений, свыше 7,5 тысяч исков направленных в суд. 470 виновных привлечены к дисциплинарной ответственности. В отношении более 400 юридических лиц и их руководителей возбуждены административные дела. 8 работодателей были дисквалифицированы и вынуждены расстаться с занимаемой должностью. В отношении семерых заведены уголовные дела. Некоторые уже осуждены. Более 200 миллионов рублей заработной платы выплачено работникам. В прокуратуре Свердловской области успешно опробован нестандартный метод работы. Вызов работодателя на специальное совещание при руководстве прокуратуры. Вообще-то силовики не обязаны этого делать. Но, как гласит один из принципов римского права, пусть будет выслушана и другая сторона. В результате этой работы выплачено более 10 миллионов рублей долга по зарплате. Вот уже четвертый год подряд вопросы погашения задолженности по заработной плате рассматриваются на заседаниях антикризисного штаба под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. В работе которого принимает личное участие заместитель генерального прокурора Пономарев Юрий Александрович, а также в режиме видеоконференции все прокуроры территории. Сигналом к прокурорской проверке могут послужить данные Росстата, все работодатели сдают туда отчетность, сообщения СМИ и, разумеется, личное обращение граждан. Кроме прокуратуры есть и другие органы, куда можно обратиться. По всех территориях созданы и имеются подразделения Федеральной службы по труду и занятости. Эта служба является специально уполномоченным органом контроля в сфере защиты трудовых прав граждан, в том числе и на оплату труда. Эти органы вправе проводить проверки, выездные проверки по обращениям граждан, вправе выдавать работодателям официальные предписания, вправе привлекать работодателей к административной ответственности, в том числе ставить перед судом вопрос о их дисквалификации. Трудовая инспекция решает все спросы, возникающие в рамках трудового законодательства. Среди них долги по зарплате – один из основных. В случае, если работодатель умышленно не выплачивает заработную плату, а имеющееся средство использует на сторонние цели или в угоду личных интересов, следует обращаться в органы Следственного комитета. Согласно уголовно-процессуальному и уголовному законодательству, расследование уголовных дел о невыплате заработной платы – это исключительная компетенция данного органа. Максимальная санкция по данной статье – это лишение свободы до 5 лет. Если чувствуете в себе уверенность и имеете на руках все необходимые справки, можете обратиться в суд самостоятельно. Такой путь тоже предусмотрен законодательством. Прокуратура, в свою очередь, это инстанция, которая может проверить соблюдение законов не только работодателям, но и трудовой инспекцией и Следственным комитетом. В ряде случаев она может самостоятельно обратиться в суд. Единственное условие – вы должны быть трудоустроены официально, потому что это тоже закон. Конечно, если вы работаете без оформления, ваши трудовые права тоже можно будет защитить. Но тогда это будет сделать труднее. Для начала сам факт вашей работы придется доказывать. Продолжение следует...